Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь стоит обратить ваше внимание на то, что вы пишете по поводу вашего поведения, ну, по поводу вашего поведения, что вы вводите мужчину на ревность. Понимаете, вы пишете, что это получается само собой, но это не получается само собой. Вы ответственны за это поведение, вы выбираете это поведение, вы предпочитаете ему следовать, потому что вам оно что-то дает. Понимаете, практически ни один поведенческий паттерн, не закрепляется у человека просто так. То есть, если поведенческий паттерн закрепился, значит, он, этот поведенческий паттерн, вам что-то дает. И очень внимательно, очень внимательно понять, что он вам дает, этот самый поведенческий паттерн. Понимаете? Скорее всего, через ревность вы добиваетесь для себя какой-то реакции мужчину. Вот. Понятно, что сказать о том, какая реакция вам нужна сейчас, не представляется возможным, потому что надо бы пообщаться с вами, надо бы, чтобы вы сами это проговорили, да? Ну, я имею в виду, чтобы вы сами проговорили этот вот момент, связанный с тем, для чего вы пытаетесь вывести человека, человека, допустим, на, ну, 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 на измены, на ревность, не на измены, а на ревность, да? Вот. Кстати, про измену я сказал вам не случайно, вот, ибо связано это с тем, что вам в глубине души, возможно, хочется, чтобы человек вам изменил. Вот вопрос заключается в том, почему вы хотите, чтобы это произошло. Вот. Существуют, ага, существуют варианты, при которых, например, человек просто боится, например, близких отношений. Вот. Существуют варианты, при которых человек в глубине души считает, что отношений он недостоин. то есть, ну, просто, вот, недостойно, я недостойный отношений, как бы, ну, по-настоящему, по-настоящему, да? Я недостоин, там, грубо говоря, любви. Вот. Если это так, если это так, то с этим, безусловно, нужно разбираться, да? Если вы считаете, например, что он недостойный любви. Вот. Возможно, возможно, дело не только в этом. Возможно, дело в чем-то еще заключается. Такое, в принципе, тоже вполне себе может быть. Вот. Ну, только здесь, вот, нужно, опять же, нужно, опять же, разобраться, да? Что вам дает эта славная ревна. Иногда это происходит потому, что человек пытается получить подтверждение того, что он важен для своего партнера. Вот. Ну, например, вот, вы пытаетесь, скажем так, выбить у мужчины, да, признание, что он для вас, что вы для него важны. Вот. Понимаете, какая штука? То есть, это вот, в принципе, тоже такой вариант. Это тоже вариант. Вот. И, ну, на мой взгляд, его нельзя никак сбрасывать со счетов, да, потому что, ну, вы действительно можете так вот думать, действительно можете так считать, да? Вот. Вот. Иногда вызывать ревность можно еще и по другим причинам. Вот. Я сейчас не буду говорить, как и каким, да? Но очень важно, чтобы вы понимали, что мужчина обижается, когда вы вызываете у него ревность. Мужчина обижается. А для вас это ничего, ничего не значит. То есть, вы как будто бы никак не реагируете на то, что он обижается. Понимаете? Какая штука, какая штука. И вот здесь встает вопрос о том, а насколько же вы мужчиной дорожите, что ведете себя подобным образом. Вот. Я вас не обвиняю. У меня нет цели вас обвинять. У меня нет цели, там, например, показать, какая вы плохая, например, и так далее. Такой цели у меня нет. Я бы хотел, я бы хотел просто, чтобы вы вот задумались об этих вещах, об этих вещах, которые я озвучил. Понимаете? Вот. И, соответственно, если что-то из этого является, например, тем, что вам откликается, да? Вот. Если что-то из того, что я сказал, вам откликается, то, соответственно, нужно с этим, нужно работать. Вот. Вот примерно, примерно, примерно так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. То есть, нужно это исследовать, нужно с этим разбираться, нужно разбираться, почему вы так вот реагируете на отношения, да? То есть, ну, из-за чего вы, там, к примеру, хотите вызвать ревность у человека, да, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это все очень важный момент и важный для понимания, собственно, вашего, вашей направленности в отношениях. Вот. Ну, и, проговаривая все это, вы могли бы лучше разобраться в себе, вы могли бы лучше разобраться в том, какие отношения вы выстраиваете. Допустим, ну, например, с мужчиной, вот, и так далее. То есть, это вот, ну, это, как бы, то, что можно вам предложить, то, что, ну, то, что можно сделать. Вот. А вот, наверное, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете, который вы задаете. Вот. На этом, на этом, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ поможет вам лучше понять себя, вот. И надеюсь, что вы выберете себе психолога и поработаете с психологом уже непосредственно над тем, что происходит. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рада ночь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи. Продолжение следует...